Девушки отдыхают Предварительным следствием установлено, что 7 сентября 2019 года в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, инициированной криминальным авторитетом, имеющим право присваивать другим лицам высшее положение в преступной иерархии Российской Федерации, обвиняемым присвоен статус положенец на территории Тверской области, позволяющий влиять на систему неформальных взаимоотношений, складывающихся в криминальной среде. Тем самым обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии, сложившейся на территории Российской Федерации, основанной на распределении сфер влияния в соответствии с ее территориальным устройством, и впоследствии продолжил его занимать до момента его задержания 19 июня 2020 года. При этом, по мнению следствия, в период с 7 сентября 2019 года до момента задержания, имея статус положенца, обвиняемый организовывал сбор, хранение и распределение материальных ценностей из материальных ресурсов, финансовых средств, полученных по большей части преступным путем и накапливаемых в интересах уголовно-преступной среды. Касьяненко, по выводу следствия, по телефону давал согласие на установление для осужденного самого низкого статуса в преступной среде. Кроме того, имея статус так называемого положенца, укрепляя преступный профессионализм и свой авторитет, совершил незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов по месту своего жительства. Тем самым придерживался принятых в криминальной среде негласных правил и традиций, отрицал закон и общепринятые моральные принципы и правила поведения, стимулируя преступное поведение. Благодаря колоссальному объему проведенных следственных действий и оперативно-расследственных мероприятий, а также тесному взаимодействию следователей Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, сотрудников областных УФСИН и отделов по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России, оперативность исследований полученной информации и слаженность работы указанных правоохранительных ведомств были получены до качества вины фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях. Следователям Следственного комитета доброшено более 30 свидетелей, в том числе проживающих за пределами региона. Проведен ряд судебных экспертиз. Необходимо отметить, что эта норма закона новая и введена в стране 1 апреля 2019 года. Это второй факт возбуждения уголовного дела по такой статье на территории Тверской области. Ранее возбужденное по статье 210.1 Уголовного кодекса России уголовное дело в настоящее время рассматривается судом по существу. И об этом деле в отношении так называемого Артура Молодого мы рассказывали в патрульной службе. Обвинительное заключение в отношении Алексея Касьяненко утверждено первым заместителем прокурора Тверской области. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Редактор субтитров А.Семкин